Эти три волка познакомились с семейной парой в момент крайней нужды. Они очень голодали в лесу, так как, будучи маленькой стаей, они были не так эффективны в охоте. Тот день, когда Андрей встретил их во время прогулки по лесу, они никогда не забудут. Андрей был поражен, когда перед ним появились эти три волка. Конечно, волки в тот момент воспринимали человека не как друга, а как возможную добычу. Но все изменилось, когда Андрей вместо того, чтобы убежать, достал из своего рюкзака свежий кусок мяса, который он принес, чтобы покормить других животных, с которыми недавно познакомился. Однако оказалось, что эти волки нуждались в еде гораздо сильнее. Поэтому он с радостью положил мясо на землю и отошел назад. Обычный человек сильно бы испугался, увидев волков так близко, но Андрей был спокоен. Он знал, что эти животные просто голодны, и если он предложит им еду, они проигнорируют его и пойдут к еде. Они даже будут ему благодарны. Так и случилось в этот раз. Положив еду на землю, человек ушел, пообещав вернуться на следующий день, чтобы повторить кормление. Постепенно он завоевывал доверие этих волков и решил, что со временем сможет приучить их. Так оно и произошло. День за днем человек возвращался в то же место, где находил волков, которые уже ждали его там и даже подходили к нему, чтобы он их погладил. Между ними завязались дружеские отношения. Андрей даже решил привезти свою жену, которая тоже любила животных, чтобы она познакомилась с его новыми друзьями. Время шло, и вот однажды пришла долгожданная новость. Анжела, наконец, забеременела. Пара была счастлива этой вести. У них, наконец, будет долгожданный ребенок. Они сразу поспешили поделиться этой новостью со своими питомцами в лесу. Андрей помнит тот день, когда он и его жена пришла на встречу со своим любимыми волками и сообщили им новость. Кто-то может подумать, что это абсурдно, животные не понимают человеческую речь. Но Андрей готов поклясться, что эти животные поняли каждое слово и бросились на них, облизывая их, чтобы поздравить. Эта сцена навсегда осталась в памяти этой семейной пары. И в конце концов у Анжелы родилась прекрасная девочка. Соня, такое имя выбрали ей родители. Наконец, мечта сбылась, и в течение трех лет они были счастливы со своей дочерью. Они привили ей такую же любовь к животным. И когда девочке исполнилось два года, она познакомилась с волками, которые были частью их семьи. Для этой семьи это была обычная прогулка, ведь они полностью доверяли этим животным. К этому времени волкам было уже по шесть лет. Они выглядели более взрослыми и крепкими, даже немного свирепыми. Но стоило Андрею появиться, как они вновь превратились в мягких щенков, которые обрадовались возможности познакомиться с маленькой девочкой. Под присмотром Анжелы и Андрея они позволили Соне поиграть рядом с собой. Они бы никогда не причинили ей вреда. Это повторялось на протяжении всего года. Эти животные очень привязались к девочке, а девочка к ним. Для этой семьи стало традицией каждое воскресенье после церкви навещать своих верных друзей. Однако эта история принимает драматический оборот, когда в три года Соня заболела. Родители девочки были в отчаянии, не зная, что делать. У нее был жар, рвота и диарея, поэтому они решили отвезти ее в больницу. Там приложили все усилия. К сожалению, Соня была объявлена мертвой. Это разбило сердце супругов. Они не могли поверить, что она ушла от них. Ее тело было передано родителям, и опустошенная семья организовала похороны девочки на местном кладбище. Туда пришли все жители деревни, включая друзей и родственников, чтобы Соня появилась на свет. Когда все закончилось, они вернулись домой, думая, что их жизнь уже никогда не будет прежней. Прошло пять часов, когда им сообщили, что волки вырывают могилу их дочери. Пара удивилась, как такое возможно. Они тут же отправились туда и обнаружили людей, пытающихся остановить волков, которые действительно оказались их знакомыми. Двое рыли землю, а третий стоял на страже, демонстрируя агрессию к любому приближавшемуся. Андрей не мог поверить своим глазам, зачем они это делают. Все стало ясно, когда волки закончили и открыли гроб. То, что они увидели внутри, шокировало всех. Маленькая Соня лежала в слезах. Девочка потеряла голос от криков о помощи, которые никто не слышал, кроме этих трех волков. Никто не мог объяснить, как они оказались в этом месте, хотя кладбище и находилось недалеко от леса. Но ничто не могло объяснить, откуда они узнали, что девочка там и, что удивительнее, что она жива. Девочку срочно отвезли в больницу, где попросили, чтобы ее осмотрели другие врачи, поскольку те, кто лечил ее изначально, продемонстрировали полную некомпетентность, фактически похоронив живую девочку. В заявлениях СМИ генеральный прокурор штата заверил, что по делу этой девочки было возбуждено некоторое направление их расследования, заверил он. Врачи и больницы будут судимы за халатность. Главное, что девочку удалось спасти благодаря вмешательству этих трех волков. И после долгого пребывания в больнице она смогла поправиться. Родители никогда не забудут подвиг этих животных, и они навсегда останутся в сердце Сони. Эта история еще раз демонстрирует прекрасные отношения, которые могут сложиться между животными и людьми, когда люди стремятся понять их и дать им свою любовь и заботу, которые они заслуживают. Дорогие зрители, если вам понравился данный видеоролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых историй. До свидания.